МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Итоги сельскохозяйственного года подвели на областных дожинках. Гостей встречал обновленный город Житковичи. Жизнь без барьеров и ограничений. Сегодня Международный день инвалидов. Инвестиции как движущая сила экономического роста. Накануне 20-летия свободной экономической зоны Гомеля-Ратон наш актуальное интервью с главой СС Антониной Ежовой. 45 лет он дарит радость. Гомельский цирк отметил день рождения. Какой была неделя из жизни региона, расскажем в ближайшие 26 минут. Легковые автомобили, тракторы и другая сельскохозяйственная техника. На этой неделе в Житковичах прошел областной праздник работников села Дожинки-2017. Победителям, которых традиционно определяли сразу в нескольких номинациях, вручили легковые автомобили, тракторы и другую сельскохозяйственную технику. Впрочем, о собранном урожае не только говорили, но и демонстрировали его всем желающим, для чего организовали специальные сельскохозяйственные подворья. Чем могут гордиться аграрии Гомельской области и какие планы у них на следующий год, поинтересовались наши корреспонденты. К областному празднику работников села в Житковичах готовились основательно. Еще летом здесь начались масштабные работы по благоустройству города. Без внимания не остался ни один значимый для районного центра объект. Начиная от реконструкции стадиона и автостанции, до ремонта жилых домов и школ. Плюс построили несколько детских городков, чему особенно обрадовались не только сами дети, но и их родители. Здесь всегда оживленно, освещенно. Город преобразился благодаря дожинкам, потому что было, ну, везде разбитые дороги и как бы вида не особо. Сейчас все прекрасно, все замечательно, все довольны. Красиво идешь и радуешься тому, что город преобразился, потому что он таким, наверное, не был никогда. О том, что Житковичи стали совершенно другим городом, говорят и в местном райисполкоме. При том, что часть выполненных работ изначально даже не планировалась. Значительных вложений потребовало строительство ливневой канализации, о необходимости которой в городе говорили уже не одно десятилетие. Столько остров стоял вопрос, что у нас невозможно было подъехать к поликлинике, подойти спокойно. Тротуары все в воде плавали, поэтому поработали так, что уже этот вопрос болевой снят. Изначально мы видели одно, потом, когда глубже занимались, тоже получалось, что немножко увеличились объемы и объекты по нашему городу. Мы затронули практически все микрорайоны. Для проведения областных дожинок в 2017 в Житковичах отвели всю центральную часть города, где рядом с торговыми рядами разместили и свое подворье, житковщина обрядовая, с демонстрацией народных традиций полюшуков. Выставка сельскохозяйственной техники – мероприятие для областных дожинок, хотя и традиционное, однако всегда вызывающее повышенный интерес. Тем более, что рядом с образцами времен первых колхозов – современные агрегаты. Впрочем, удивить аграриев сегодня достаточно сложно. На полях Речицкого района в этом году работала, пожалуй, вся линейка техники последних поколений. Хотя верное утверждение о том, что без профессионалов – это просто набор металла. К этим составляющим успеха можно еще добавить тщательно продуманную стратегию развития отрасли. По бальности я бы не сказал, что это самая лучшая земля в нашей Гомельской области, но, конечно, на земле надо хозяин, надо действительно растительно работать, чтобы получать достойный урожай как зерновых, кормовых культур, так и всех овощных и пропашных. Во время торжественного собрания председатель Гомельского обл. сполкома Владимир Дворник озвучивает итоги сельскохозяйственного года. В первую очередь, это выросшая на 13% выручка и увеличенная в 2,5 раза прибыль от реализации продукции. Гомельские хлеборобы произвели почти 1,3 млн тонн зерна, что выше прошлогоднего. Наибольший вклад в областной каравай внесли Будокошелевский и Речицкий районы – по 100 тысяч тонн зерна каждый. Регион занимает лидирующие позиции в стране и по показателям развития животноводства. В этом году на животноводческих фермах должны надоить миллион тонн молока. В 2017-м наша молочная продукция начала экспортироваться в Китай. В целом же в этом году предприятия агропромышленного комплекса области экспортировали продукции на 285 млн долларов США, или 106% к уровню прошлого года. За счет освоения таких новых рынков, как Непал, Аман, Сингапур, Сирия, Турция, Вьетнам, Чехия, география экспорта товаров расширилась до 27 стран. Что касается победителей этого сельскохозяйственного года, то первое место по уборке зерновых присуждено Речицкому району, по уборке трав – Мозырьскому, по получению продукции животноводства – Добружскому. Лучшие комбайнеры – Василий Ковали, Николай Великоборец из совхоза комбината «Холмич» Речицкого района. На их счету 3145 тонн намолочного зерна. Если анализировать этот год, то мы по производству зерна почти 1 300 000 тонн набрали. Это больше, чем в прошлом году. Мы на миллион тонн набрали кукурузы силосной массы. Это тоже огромный такой прирост к прошлому году. По приросту молока где-то порядка 160 килограмм мы добавим в этом году на одну корову. Поэтому есть хорошие показатели сегодня, за которые хочется поблагодарить наших людей и пожелать им всего самого хорошего. Олег Сентюров, Максим Савин, Евгений Макеенко. Новости недели из Житкович. Сегодня Международный день инвалидов. Эту дату четверть столетия назад установила Генеральная ассамблея ООН. Главная задача – включение людей с ограниченными возможностями во все процессы развития общества и создание равных условий. Работа в этом направлении ведется и в нашей стране. Реализуется госпрограмма, призванная помочь инвалидам вести полноценную жизнь. Важным этапом стало присоединение Беларуси в 2015 году к конвенции о правах инвалидов. Сделано много, однако о снятии всех барьеров говорить пока рано. О том, как найти новый смысл в новых обстоятельствах – наш следующий репортаж. Стала активно, стала спортом заниматься, ездить. Она вообще редко дома находится. Она поехала, поехала все с друзьями, со знакомыми. Екатерина Юхалка рассказывает о своей дочери Светлане. Девушка оказалась в инвалидной коляске после дорожно-транспортного происшествия. И в первые годы после получения травм было очень нелегко. Без помощи семьи и примера других инвалидов-колясочников, рассказывает сама Светлана. Восстановиться и морально и физически было бы очень тяжело. Кстати, активная и насыщенная жизнь – лучшая реабилитация после травмы. После травмы позвоночника жизнь должна быть и оставаться прежней. То есть как до травмы, так и после. Ну, единственное, что, возможно, человек передвигается по-другому, то есть в инвалидной коляске. Но, по идее, он остается прежним человеком, какой он был до травмы. Реабилитация, восстановление, она должна идти параллельно вообще жизни человека. То есть, опять же, мы отталкиваемся от того, что человек получил травму. Если он работает, если по возможности есть возможность сохранить рабочее место, то его сохранить и потом впоследствии пойти работать. Опять же, семья. Если есть семья, сохранять семью, безусловно. Бальные танцы, настольный теннис, дартс, гонки на колясках – это те виды спорта, которые освоила Светлана. Причем не просто освоила, но и достигла успеха. Об этом свидетельствует Россипнаград. Правда, сейчас спорт вытесняет общественная работа в областной организации «Инвалиды-спинальники». С августа этого года Светлана принимает участие в программе помощи «Первый контакт». Вместе с коллегой она посещает в областной больнице людей, которые недавно получили травму позвоночника. И объясняет, как себя вести и как начать жить в новых обстоятельствах. Такого первого контакта, говорит Светлана, ей самой когда-то очень не хватало. Потому что, когда я получила травму, ко мне никто не приходил, никто ни о чем не рассказывал. То есть я, по сути, до всего доходила сама. Я сама училась переворачиваться, одеваться, пересаживаться на коляску сама. Сейчас, на данный момент, когда мы общаемся с этими людьми, они говорят нам спасибо. Потому что, по сути, они ничего не знают о тех вопросах насущных, с которыми они сталкиваются. Быть мобильной и больше успевать сейчас Светлане помогает недавно установленный в подъезде электрический подъемник. Кстати, в Беларуси формирование безбарьерной среды началось в 2007 году. Есть комплекс нормативных актов, позволяющих при строительстве новых объектов учитывать интересы инвалидов и ослабленных лиц. Однако, к сожалению, эти нормы не всегда соблюдаются. В Гомельской области 7000 объектов, на которых должны быть созданы условия безбарьерной среды. Более чем на 60% из них работы уже проведены. Все больше становится низкопольных автобусов и троллейбусов, понижаются бордюры. Однако не только физические барьеры приходится преодолевать инвалидам. Не менее важна психология. Человек должен комфортно себя ощущать не только на городских улицах, но и среди горожан. И самое, наверное, главное, что сделано сегодня, надо отметить за десятилетия, значительный шаг по формированию общественного сознания, то есть и признание того, что инвалиды нуждаются в создании условий для максимальной самореализации во всех сферах жизнедеятельности. Максим Савин, Ольга Коновалова, Сергей Лукашук. Новости недели. Вы смотрите новости недели. Мы говорим о главных событиях уходящих 7 дней. Программу продолжит обзор от службы информации. 25 обращений поступило на прямую телефонную линию, которую провел помощник президента Республики Беларусь, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко. Звонки поступали от жителей районов области и Гомеля. Обращения касались медицинских тем, содействия в трудоустройстве, помощи в ремонте дорог. Юрий Шулейко пообещал разобраться со всеми просьбами и жалобами в ближайшие дни. Пути совершенствования и использования государственного имущества обсудили на заседании Гомельского облсполкома. В 2016 году в регионе выявлено более 5000 неиспользуемых объектов всех форм собственности. На данный момент решена судьба почти 70% из них. Некоторые объекты определены под снос, часть вовлечена в хозяйственный оборот. Работа по организации аукционов оценена как эффективная. В этом году их прошло около 90. Реализовано 68 объектов. В результате в бюджет поступило более 1,2 млн рублей. Это лучший показатель в стране. В Гомельской области завершилось создание территориальных избирательных комиссий по выборам в местные советы депутатов. В их состав включены 2335 человек. Наибольшее число территориальных комиссий в сельской местности – 242 из 268 созданных. 85% членов комиссий – женщины, 0,2% – граждане Российской Федерации. Практически каждый третий – представитель общественной организации, каждый восьмой – трудового коллектива. Кроме того, в состав территориальных комиссий на Гомельщине вошли представители четырех политических партий. Производственное объединение «Беларусьнефть» добыло на территории Беларуси 15 млрд кубометра попутного нефтяного газа. Отчет ведется с начала эксплуатации месторождений в 1966 году. Благодаря своим свойствам этот продукт является высокоэффективным энергоносителем и ценным химическим сырьем. «Беларусьнефть» использует попутный нефтяной газ для производства собственной электроэнергии. 1 декабря прошел Всемирный день профилактики СПИДа. В Гомельской области к этому дню организовали тематические акции, выставки и круглые столы. Согласно последним данным, в регионе проживает более 7 тысяч человек с ВИЧ-положительным статусом. В этом году зарегистрировано около 600 новых случаев. В регионе продолжается акция «Делать добро просто». На этой неделе гостей принимали в Терюхском доме-интернате для престарелых и инвалидов. В программе мероприятия – праздничный концерт Народного ансамбля славянской казачьей песни Гомельского городского центра культуры, а также вручение подарков от областной организации Белорусского общества Красного Креста и Гомельской епархии. Сегодня в этом доме-интернате проживает более 100 человек. С прошлого года здесь реализуется международный проект «Голос сердца», основная задача которого – адаптировать проживающих к самостоятельной жизни в обществе. Инвестиции в Гомельскую область. По их привлечению в экономику наш регион – один из лидеров в стране. Для области это и поступление валюты, и новые рабочие места, и уникальные производства, и импортозамещение. Скажем прямо, у инвестора свой интерес. Значительные вложения приходят туда, где как минимум стабильно. В преддверии 20-летия свободной экономической зоны Гомеля-Ратон наше актуальное интервью с главой СЭС Антониной Ежовой. Возможно, еще рано подводить итоги года. И все же, каким был 2017-й для свободной экономической зоны Гомеля-Ратон? Ну, приведу несколько цифр. Нами зарегистрировано 7 предприятий. Уже в прошлом году было 6, но вот за 10 месяцев мы 7 зарегистрировали. К нам пришли иностранные инвестиции на чистой основе, где-то на 60-50% больше, чем в прошлом году. Экспорт товаров для резидентов свободной экономической зоны с частной формой собственности увеличился на 30%. Ну, то есть такой, если в цифры осмотреть, то неплохой результат у нас был за 2017-й год. Появляются уникальные производства, создаются новые рабочие места, что очень важно. Что еще? Ну, это самое главное. Создаются новые производства и рабочие места. Приходят инвестиции в Гомельскую область, в Республику Беларусь. Плюс, я знаю, достаточно успешно вовлекаете неиспользуемые объекты. Это ведь тоже большое дело. Сколько сегодня резидентов в большой семье свободной экономической зоны? 81 предприятие работает в свободной экономической зоне. 40 с участием иностранного капитала. Капитал вложен из 18 стран мира. Больше половины предприятий, ну, 70% это предприятия частной формы собственности. 81 компания. Это много или мало, как по-вашему? Ну, нельзя так рассуждать, что много-мало предприятий. Можно зарегистрировать много мелких предприятий, а можно зарегистрировать два предприятия, которые будут иметь стратегическое значение не только для области, но и для всей республики. Большая доходность? Большая доходность, создание много рабочих мест. Примеров мы можем много таких привести. И предприятие ЛКП, где более тысячи рабочих мест создано. И ВЕЗА, где около 300 человек работает. И предприятие ЕКБ, которое шлет карнавальные костюмы, там тоже 200 человек уже трудится. И ДЛКОМ-40, где уже более 100 человек работает. Кстати говоря, о новых инвестпроектах, которые должны вот-вот появиться, быть реализованными, что стоит выделить? Ну, стоит выделить самый крупный проект из последних, который мы зарегистрировали за последних три года. Это предприятие ДЛКОМ-40 с польским капиталом, которое уже приступило, ну, на полную мощность они пока не вышли, они приступили к производству мебели. Сейчас там трудится более 100 человек, но планируется около тысячи человек работающих. Это будет, я думаю, это крупное, самое крупное, наверное, предприятие будет по производству мебели в Куемской области. В свободной экономической зоне Гомель-Ратун ВС 2005 года. Как за это время менялось законодательство СЭС и стали ли условия для резидентов более комфортными? Ну, как раз вот в 2005 году был принят указ президента, который определил все льготы, которые предоставляются резидентам свободной экономической зоны, как налоговой, так и таможенной. Был определен статус администрации свободной экономической зоны, это было определено, что это государственное учреждение. Вот, и уже начиная с 2005 года, как бы, изменение законодательства шло, как бы, по двум направлениям. Это улучшение законодательства и, как бы, унификация его в связи с тем, что создавалось единое экономическое пространство Российская Федерация, Беларусь и Казахстан. И в этом направлении шло изменение таможенного законодательства несколько. Оно менялось неоднократно. И, тем не менее, инвестклимат, который создан здесь, в Гомельской области, он привлекателен? Да, я считаю, что он привлекателен. Достаточно созданы условия, льгот предоставляется инвестору для того, чтобы в льготных условиях вести здесь бизнес. В 2018-м свободная экономическая зона Гомель-Ратун исполняется 20 лет. Как готовитесь к юбилейной дате? Ну, прежде всего, подводим итоги. Ведь мы созданы были в 98-м году сроком на 50 лет в соответствии с указом президента. Мы еще молодые. Мы даже 50% не исчерпали. То есть пока подводим сейчас итоги, чего мы достигли, что мы сделали хорошего для Республики Беларусь, для Гомельской области. Также смотрим недоработки, в том числе и администрации свободной экономической зоны. Анализируем законодательство еще раз. Это нужно делать для того, чтобы развиваться? Да, обязательно. И вот я думаю, что в следующем году мы проведем такой конгресс очередной, второй, хотим провести свободных экономических зон, где опять же обсудить итоги работы на примере, может, свободной экономической зоны Гомель-Ратун, пригласить партнеров, соратников. Что ж, пусть все обязательно получится. Спасибо за интервью и только добрых новостей. Спасибо. Геннадий Богдан. Геннадий Богдан родился в районном центре Смолевичи Минской области. Закончил сельхозтехникум, затем Белорусский аграрно-технический университет. После окончания вуза на два года судьба забросила его на службу в МЧС. Впереди открывались перспективы карьерного роста. Но им Геннадий Богдан все-таки предпочел работу по специальности, где все пришлось начинать с нуля. На тот момент, ну, как-то была вакансия в концерне Белгоспищепром, вот, специалистом. И вот я взяли меня туда на работу. Вот я начал с декабря 99-го года, вот, начал свою трудовую деятельность уже непосредственно в направлении перерабатывающей промышленности. Вот, я, в общем-то, ну, лет 13 проработал, 12-13 лет проработал в концерне Белгоспищепром, в разных должностях, в общем-то, уже уходил сюда, вот, я с должности начальника управления. В ОАО «Мозырь-Соль» в должности генерального директора Геннадий Богдан работает с 2012 года. С самого начала, во главу угла он поставил работу предприятия напрямую с потребителем, что позволило лучше понимать, какая именно продукция нужна покупателю, регулировать ценообразование. Параллельно на предприятии разрабатывали проект по модернизации завода, которая была завершена в марте 2016-го. С учетом развития соляного рынка, вот, емкости рынка, на сегодняшний день, я, в общем-то, считаю, что мы сделали грамотный шаг, в общем, отстояли увеличение мощностей до 480 тысяч тонн, вот, на 120 тысяч тонн увеличили мощности. Открытое акционерное общество «Мозырь-Соль» – лидер по производству соли-экстра на территории стран СНГ и Восточной Европы. Завод выпускает порядка 50 наименований продукции, качество которой высоко оценили как специалисты, так и потребители. Геннадий Богдан считает, залог успеха кроется в наличии команды единомышленников, где важны голос и позиция каждого. Я часто здесь на заводе говорю, не вижу порванной тельняшки. Вот, рвите, люди, рвите на себе тельняшки, показывайте мне. Я обязательно это замечу. Если вот сегодня не увидел, я завтра замечу, вас оценят. И только так можно показать, что ты способен на что-то. Светлана Князева, Сергей Лукашук, Новости недели. А теперь о новостях из мира культуры. Гомельский государственный цирк отметил свое 45-летие. Он был открыт 2 декабря 1972 года. Футуристический силуэт его здания, расположенного в самом центре города, с тех пор является одним из узнаваемых символов Гомеля. Что касается оригинальных и зрелищных цирковых программ, они всегда проходят при полном зале. А в Гомельском городском центре культуры на уходящей неделе состоялся второй отборочный этап телевизионного фестиваля армейской песни «Звезда». Он организован Министерством обороны Республики Беларусь при содействии Министерства культуры и Белтеля радиокомпании. Главной целью фестиваля – формирование и укрепление в обществе чувства патриотизма, а также выявление и поддержка талантливых исполнителей. Более подробно об этом расскажет наш культурный обозреватель Вероника Ворошилина. Система профтехобразования – площадка не только для получения востребованной профессии, но и возможность для всестороннего развития личности и творческой реализации. Это в очередной раз продемонстрировал областной конкурс среди учащихся и работников учреждений профессионально-технического и среднего специального образования «Наследие», который на уходящей неделе состоялся в Гомеле. Он направлен на патриотическое воспитание молодежи и популяризацию белорусской культуры и ее традиций. В этом году конкурс «Наследие» проводился в пяти номинациях. В частности, финалисты разрабатывали экскурсионные маршруты по историко-культурным достопримечательностям региона, снимали видеоролики о волонтерском движении, читали стихи, посвященные малой родине, представляли вокальные и хореографические номера, а также рукотворные экспонаты, рассказывающие об истоках традиционной культуры разных уголков Гомельской области. В рамках выставки ретро-игрушек «Здравствуй, Родинка» проекта «Детство. Наследство» в Гомельской картинной галерее Гаврила Ващенко состоялся показ модной коллекции детской одежды от известного белорусского бренда. На импровизированный подиум выставочного зала вышли маленькие леди. Костюмы, платья, элегантные банты и броши на время зрителей перенеслись в эпоху ретро-стиля. А в Гомельской центральной городской библиотеке имени Герцена на уходящей неделе зрителям предложили отправиться в увлекательное путешествие по живописным уголкам величественного и многогранного города над Сожем. Здесь открылась выставка талантливого гомельского художника Игоря Хайкова. Экспозиция «Прогулка» приглашает зрителей прочувствовать всю красоту и уникальность городских пейзажей областного центра в разное время года. Здесь же, в Гомельской центральной городской библиотеке имени Герцена, состоялся творческий вечер и презентация новых книг Александра Трушкевича. Поэт, прозаик, драматург, член Союза писателей Беларуси, лауреат литературной премии имени Кирилла Туровского. В своих книгах Александр Трушкевич проявляет себя не только как талантливый писатель, но и как мудрый философ, тонкий психолог. Он с юмором относится к любым жизненным невзгодам, призывая читателей взглянуть на мир другими глазами. А в Гомельском городском центре культуры на уходящей неделе состоялся второй отборочный этап телевизионного фестиваля армейской песни «Звезда». Он организован Министерством обороны Республики Беларусь при содействии Министерства культуры и Белтеля радиокомпании. Участие в фестивале приняли учащиеся учреждения образования, авторы-исполнители и творческие коллективы региона, а также представители воинских частей Гомельского гарнизона. На сцене городского центра культуры они представили около полусотни ярчайших творческих номеров. Звучали песни о военной службе и вооруженных силах, о верности воинскому долгу. ПЕСНЯ Гомельский государственный цирк на уходящей неделе отметил свой 45-й день рождения. В 1972 году в самом центре города появилось это футуристическое здание, вид которого противоречил классическим канонам своих старших братьев в Минске и Москве. То, чем стал цирк для Гомеля в свое время, трудно переоценить. И сегодня программа здесь проходит с аншлагом. Театрально-культурное предприятие, хоть и не имеет собственной труппы, но ежегодно сюда приезжают лучшие цирковые коллективы. Талантливые артисты разных стран мира дарят зрителям оригинальные номера, которые вызывают у детей и взрослых искреннее восхищение и фейерверк самых ярких эмоций и впечатлений. За успехи в развитии искусства Гомельский государственный цирк удостоен почетного звания заслуженного коллектива страны. Следующая неделя нам также подарит немало интересного. Во Дворце Румянцевых и Паскевичей пройдет концерт «Музыка белорусских театров». Он состоится в рамках долгосрочного творческого проекта «Беларусь. Диалог классика». Это цикл концертов-лекций, призванных знакомить жителей и гостей города над Сожем с богатейшим музыкальным наследием нашей страны. А тем временем Светлогорский историко-краеведческий музей всех желающих приглашает на выставку «Бумажное кружево». Здесь представлены работы в технике достаточно древнего вида народного декоративно-прикладного искусства «Вытинанки». Это резные ажурные узоры, вобравшие себя как оригинальные дизайнерские решения, так и традиционные народные мотивы. Самыми интересными культурными событиями региона воззнакомили Вероника Ворошилина и Евгений Макеенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». Это были итоги минувших 7 дней. На будущей неделе мы продолжим следить за происходящим, чтобы рассказать главное. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова